Здравствуйте! Вы смотрите Вести Кабардино-Балкария в студии Натальи Юсупова и в нашем выпуске. Орден мужества посмертно. Сегодня Россия простилась с одним из погибших на Украине журналистов. Пять лет за арсенал и растрату суд вынес приговор экс-главе Казначейства Республики. Деньги закончились, стройка остановилась. Есть ли шанс у зоопарка справить новоселье? Сегодня в Москве простились с нашим коллегой, специальным корреспондентом ВГТРК Игорем Корнелюком. Его похоронили на Троекуровском кладбище. Дата погребения звукорежиссера Антона Волошина станет известна позднее. Родственники настояли на генетической экспертизе. Церемония прощания с Игорем Корнелюком прошла в студии программы «Специальный корреспондент». На ней присутствовали журналисты, политики, общественные деятели, просто небезразличные люди. Генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев заявил, что это самый тяжелый день в истории компании. И сегодня же стало известно, что Владимир Путин подписал указ о награждении журналистов орденами мужества посмертно. Напомню, репортеры погибли под Луганском 17 июня. Съемочная группа попала под обстрел в поселке Металист. Журналисты готовили репортаж об ополченцах, которые помогают местным жителям выйти из-под бомбежки. Игорю Корнелюку было 37. В холдинге ВГТРК он проработал больше 15 лет. У репортера остались жена и 7-летняя дочь. 27 было Антону Волошину. Соболезнования поступают. И в нашу редакцию телеграммы направили председатель Республиканской Федерации профсоюзов Фатима Тамшокова и руководитель студии «Цветов» Ля Флёр Александр Ганжалов. Звонят и зрители, которые не остались равнодушными к произошедшей трагедии. Мы благодарны всем, кто разделил с нами боль утраты. КОНЕЦ Между тем, на юго-востоке Украины не прекращаются военные действия. РИА Новости со ссылкой на ополченцев сегодня сообщила о боях в районе пунктов пропуска Должанка и Гуково у самой границы с Россией. Растет и поток беженцев, большинство из которых – женщины с детьми. Помощь по их размещению предлагают многие российские регионы. Так, накануне Кабардино-Балкария приняла первую организованную группу из 79 человек. Власти республики предоставили для них лучшие санатории. О готовности приютить беженцев заявляют и простые граждане. Сюжет нашего специального корреспондента Сафара Гириева. Татьяна Павлова с сыном Иваном прибыла из разбомбленного Краматорска. Удалось пройти по гуманитарному коридору. В Ростовской области их забрали казаки с Котлеровской. В станице беженцев приютила семья Скалеренко. Я очень рад, что она приехала. Все сделаем для того, чтобы ее здесь все устроило. Татьяна с Краматорском на постоянной связи. Родные и друзья все еще там. Созвонилась и с мужем, и с сестрой родной, и с подругой. Поговорила. Ну, как бы, созвонилась. Все хорошо. Хорошо. Какая ситуация? Ну, что? Ну, бомбят. По заводам бомбят. В центре юстицию разбомбили. Люди пострадали. Мне кажется, то, что со Славянском, то и Краматорска ожидает. Но это мне так кажется. Не дай бог, конечно. Всем сердцем. Каждую ночь, как говорится, ложусь и бога прошу, чтобы этого, конечно, не было. Очень страшно. Станичники постарались сделать пребывание беженцев комфортным. В случае необходимости мы готовы принять и других людей, бежавших от войны, отмечают они. Сама гостья никак не может отойти от пережитого. Татьяна возмущена действиями украинских властей. Украинские новости говорят за свое. Они говорят, мы хотим мира, мы хотим, чтобы вывели войска, террористов, чтобы не было. Мы на Донецк, в Донецкий регион, мы не можем понять, кого они считают террористами. Мы не можем понять просто. Идет такое ощущение, что они считают людей террористами. Обычный народ. В Краматорске оставила свой дом, большой участок земли с садом и огородом, сокрушается Павлова. Чтобы не сидеть без дела, осваивает овощные грядки семьи Сколяренко. Говорит, будем борщи украинские варить. Со временем собирается устроиться на работу. По специальности она кулинар. Да и сын Иван должен продолжить учебу, как и десятки школьников, которые прибыли еще накануне в Нальчик. 79 украинских беженцев разместили в санатории «Лебедь». Сегодня они привыкают к мирной жизни. Встретили нас чудесно. Мы приехали из Луганска, там бомбят, все полностью стреляют, там танки, все остальное. Приехали, после границы переслепывать, ажло пересыпать, потому что там очередь большая. Мы сегодня уже покушали, поигрались с нами, сейчас рисуем, развлекаем, завтра должны нас повезти на экскурсию. Для людей, вынужденно покинувших родные дома, созданы все необходимые условия. Власти Кабардино-Балкарии также заявили о готовности помочь тем, кто насовсем захочет остаться в республике. Сейчас вопросами получения гражданства трудоустройства беженцев занимается оперштаб, созданный по поручению Юрия Кокова. К другим темам. Республика выполнит свои обязательства по повышению уровня оплаты труда медиков. Сегодня в государственном концертном зале состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника. С профессиональным праздником собравшихся поздравил Юрий Коков, рассказывает Беслан Судимов. Невозможно переоценить уникальность и ответственность миссии врача, подчеркнул Юрий Коков, обращаясь к собравшимся. Без нормального, полноценного, доступного и качественного здравоохранения невозможно движение вперед. Именно поэтому в последние годы эта сфера остается в зоне особого внимания государства. Сегодня в республике делается многое по обновлению и укреплению материально-технической базы здравоохранения, созданию высокотехнологичных учреждений, способных оказывать новейшие виды медицинской помощи населению. Акцент в этой работе сделан на развитие первичного звена, создание достойных условий для специалистов. В ближайшее время будет создана широкая сеть современных амбулаторных учреждений, оснащенных новым оборудованием, обновлена материально-техническая база поликлиник. Республика выполнит, подчеркнул Юрий Коков, свои обязательства по повышению уровня оплаты труда медицинских работников. Современная медицина требует от врачей глубоких знаний, высоких профессиональных навыков и моральных качеств. Предстоит уделять самое пристальное внимание подготовке, переподготовке и повышению квалификации медицинских кадров. Юрий Коков выразил уверенность в том, что совместными усилиями удастся достичь поставленных целей создать в республике высокоэффективную систему здравоохранения. За большой вклад в развитие отрасли и многолетний добросовестный труд Юрий Коков вручил ряду работников здравоохранения государственные награды Кабардино-Балкарской республики. Правительство запретит строить дома в паводковых зонах. Подготовить соответствующие поправки в закон Дмитрий Медведев поручил Минстрою, Минрегиону и Минприроды, сообщает сегодня Российская газета. Свои предложения руководители ведомств должны представить до 1 июля. Эксперты со своей стороны выступили с инициативой запретить строительство жилых объектов не только в местах, где затопления случаются ежегодно, но и там, где паводки происходят раз в 100 лет. Напомню, из-за сильных ливневых дождей в мае в Кабардино-Балкарии были потоплены сотни домов. Пострадали жители Баксанского, Зольского, Прохладненского и Урванского районов. Транспортное сообщение с верхнечигемскими селами будет полностью восстановлено в ближайший понедельник, заверяют дорожники. Почти месяц специалисты устраняют последствия майских ливней. Первые удары стихии, напомню, обрушились 22 мая. Следом были повреждены еще несколько участков дороги к Булунгу и Эль-Тюбю. Река подмыла берега, в результате начал осыпаться грунт. Уползни и камнепады также повлияли на состояние дорожного полотна. Уже удалось восстановить около одного километра. Шесть единиц спецтехники в прямом смысле создают новую дорогу. Сейчас работы на стадии завершения, но проезд пока действует по временной схеме. Все жители опобещения знают, что с 8 утра до 6 вечера проезда нет, пока ведутся дорожные работы. После 6 вечера до 8 утра проезд организован, и люди проезжают. Сейчас короткая реклама. Во второй части нашей программы вы узнаете, какой ледник удостоен статуса воинской славы и сколько выделит федеральная казна на развитие сети многофункциональных центров в регионах. Оставайтесь с нами. Бауэр Новая немецкая облицовка для вашего дома. Тысячи вариантов цветовых решений и декора. Бауэр Ваш дом будет красивым. Профессионально быстро производим все виды земляных работ на японском мини-экскаваторе. Обращаться по телефону 8 928 910 1141. С 24 по 26 июня в ДК профсоюза большая распродажа тканей, тюль, вуаль, лен, органза, портерная ткань по 100 рублей за метр, а также постельное белье, шторы, покрывало. Ждем вас с 9 до 20 часов. Белгородский университет кооперации экономики и права 35 лет на рынке образовательных услуг. Получите диплом Белгородского университета кооперации экономики и права в Нальчике по программам бакалавриат, экономика, менеджмент, социальная работа, туризм, гостиничное дело. По специальностям среднего профессионального образования, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, право и организация социального обеспечения, коммерция по отраслям. Поступайте в Нальчевский филиал Белгородского университета кооперации экономики и права. Наш адрес город Нальчик, проспект Гулиева, 9. Кабардино-Балкарский институт бизнеса объявляет набор на 2014-2015 учебный год по направлениям высшего профессионального образования. Также ведется набор в колледже института на базе 9-11 классов. Более 90% студентов после окончания Кабардино-Балкарского института бизнеса трудоустраиваются, и многие работодатели справедливо отмечат высокий уровень квалификации выпускников. По окончании выдается диплом государственного образца. Наш адрес город Нальчик, улица Охохова, 169А. Рынок Стрелка предлагает стильные фирменные вещи от известных торговых марок, распродажи и выгодные акции, одежда, обувь и аксессуары известных мировых брендов. Здесь вы найдете все, на любой вкус и каприз. От нижнего белья, одежды для сна и дома, до стильных коллекций верхней одежды для любого сезона. Обращаться по адресу. Город Нальчик, улица Обидова, 3, рынок Стрелка. Вводятся новые площади. Добро пожаловать! Мы готовы изменить представление о фастфуде. Криспи Милл. Качество, проверенное по всему миру, теперь и в Нальчике. Открытие совсем скоро. Город Нальчик, проспект Ленина, 32. Хоть 25 минут я же должна быть женщиной. Я осетинка, уже лет 15 живу в Кабардино-Балкарии. Заниматься бизнесом в Кабардино-Балкарии намного легче. Наверное, мужу надо готовить, потому что я вряд ли. Я, если мужу такое приготовлю, меня будут любить еще больше. Уважаемые абоненты потребителей воды города Нальчика, в связи с повышением тарифов с 1 июля убедительно просим вас погасить всю имеющуюся задолженность. В противном случае материалы должников будут переданы в судебные органы для принудительного взыскания с начислением штрафов и пени. Уважаемые зрители общедоступного театра Мухадина Нагоева, приглашаем вас 21 июня в 18.00 на спектакль «Король лир» по пьесе Уильяма Шекспира на кабардинском языке. Вход свободный. Проспект Ленина, 2, телефон 40 70 13 и 8 960 431 95 92. Московский финансово-юридический университет объявляет прием студентов в городе Нальчике на заочную форму обучения по всем юридическим и экономическим специальностям. Обращаться по адресу город Нальчик, улица Кабардинская, 66, телефон 77 16 06. Если ты решил ремонтом всю квартиру обновить, если много окон Берта хочешь в ней установить, если строишь дом ты летом, хочешь в смету уложиться, Берта акцию продлила. Приходи, договоримся. Вместе Кабардино-Балкария в эфире мы продолжаем. Пять лет за решеткой. Накануне в Нальчике вынесен приговор Леониду Зрумову, бывшему руководителю управления Федерального казначейства по КБР. Его осудили за растрату бюджетных средств и хранение боеприпасов. Правда, пока он остается под подпиской о невыезде. С подробностями Адам Абазов. Многочисленные родственники Леонида Зрумова собрались у здания суда еще рано утром. Сам же обвиняемый на оглашение приговора явно не спешил. Впервые в поле зрения следователей чиновник попал в июле 2011-го. Руководителя республиканского казначейства уличили в мошенничестве с недвижимостью. Впоследствии Зрумов был обвинен еще в ряде преступлений. В ходе расследования уголовного дела у Зрумова проводился обыск в его квартире, где были изъяты патроны винтовочные. Также Зрумову вменялось получение незаконного права собственности на четыре квартиры, исполнение служебного положения и предоставление подложных документов. Также выделение 19 миллионов рублей на ремонт несуществующего здания в Баксанском районе. По версии следствия, общий ущерб, нанесенный государству, составил около 35 миллионов рублей. Оглашение приговора заняло более трех с половиной часов. В итоге суд приговорил Леонида Зрумова к пяти годам колонии общего режима, признав виновным по всем пунктам. Сторона защиты вердикт посчитала необоснованно суровым. Приговор незаконный, необоснованный. Приговор по существу это выжимка из обвинительного заключения. Никакого анализа, никакой оценки, заявленной нами в ходе судебного следствия. Это ходатайство о том, чтобы признать некоторые доказательства недопустимыми. Этому приговор оценка не была дана. Поэтому мы обязательно обжалуем этот приговор. Для этого у защиты есть 10 календарных дней, в течение которых Зрумов остается под подпиской о невыезде. Адам Абазов, Адмир Сабанчиев, Вести, Кабардино-Балкария. Регионы получат 6 миллиардов рублей на строительство сети многофункциональных центров. Распоряжение за подписью Дмитрия Медведева опубликовано на официальном сайте правительства. Эти средства будут выделены равными частями в этом и следующем годах. Деньги распределят между 82 субъектами России. Из общей суммы на долю Кабардино-Балкарии приходится два транша по 24,5 миллионов рублей. Потратить их планируется на строительство и реконструкцию, а также приобретение зданий и помещений для размещения МФЦ. Часть средств пойдет на оснащение рабочих мест, разработку и внедрение автоматизированной информационной системы. Напомню, что на данный момент в России функционируют более 850 центров, где можно получить необходимые госуслуги в режиме одного окна. Памятная плита воинам-защитникам горных перевалов в Великую Отечественную будет установлена на леднике Горобаши. Об этом сообщает пресс-служба Эльбрусского района. Инициатива сделать Горобаши ледником воинской славы принадлежит молодежной патриотической экспедиции при поддержке правительства Санкт-Петербурга. Такая же плита появится и на перевале Докторский в ущелье Адырсу. Как отмечают организаторы акции «Оборонная тропа», основная задача – показать ветеранам Великой Отечественной и их семьям, что жители города-герои Ленинграда помнят защитников горных перевалов. Напомню, что два года назад, к 70-летию начала боев за Кавказ, молодые петербуржцы установили такие памятные плиты на Эльбрусе и Дангузаруне. Ну а 22 июня готовится отметить свое 90-летие ветеран Великой Отечественной Умар Байрамуков. Свой боевой путь он начал спустя 10 дней после объявления войны гитлеровской Германии. На фронте его называли «к отцу», так уважительно обращались к выходцам с Кавказа. Уже в мирное время он участвовал в строительстве крупнейших заводов в Кабардино-Балкарии. О судьбе долгожителя наш спецкор Наталья Булат. В окружении внучи Кумар Байрамуков и сегодня полон силы энергии. Говорят, еле удержали до приезда съемочной группы, хотел идти поливать огород. Признаются, в этом весь дедушка. Всегда стремился быть на передовой. С момента нападения фашистов на Советский Союз прошло 10 дней, как Байрамуков пошел записываться добровольцем. Попал в 24-й мотоштурмовой инженерно-саперный батальон. Тот самый, который после станет резервом главного командования и получит орден Красной Звезды. Вспоминает, как однажды к нему обратился высокий мужчина с уральским акцентом. А, дружок, говорит, ты в этой войне не умрешь, говорит. Целенький, ты попадешь в руки своей матери, говорит, вот я тебе говорю. Он так сказал мне, у него слюзы пошли. Предсказание сбылось да не полностью. Уже в конце войны Байрамукова дважды ранила. Бойцов подразделения перебрасывали на участки фронта, где намечался прорыв обороны противника. Требовалась инженерная подготовка, разминирование проходов. Он прошел Украину, освобождал Польшу, Чехию. В Австрии разорвавшаяся бомба чудом не попала в Умара. Товарищи тогда его заочно похоронили. Говорит, ты знаешь, наш к отцу погиб, говорит. А мозги лежали здесь. Потом я раз, 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 отгреб землю и вышел оттуда. Я иду, они смотрят на меня. Вот что, оказывается, соседский попал сюда. А после победы Байрамуков отправился в Ташкент, куда в 43-м сослали его родных. Там же познакомился с будущей супругой. Она работала в библиотеке, а он очень любил читать. Софья улыбается. Умар всегда заказывал техническую литературу, а если художественную, то с философским уклоном. В 60-м Байрамуков приехал в Нальчик и посвятил себя строительству. Участвовал в создании Тернауского вольфрама Малибденового, комбината из кож, электровакуумного завода и телемеханики. Страсть к созиданию он передал своим детям. Мы выезжали с ним на объекты хозяйские. Например, очень часто мы ездили на Тернауский обогатительный комбинат. И он постоянно брал меня с собой. Я смотрел, как он работает. И мне нравилось. 22 июня ветерану Великой Отечественной 90. Несмотря на то, что много лет на пенсии, он до сих пор консультирует инженеров-строителей. Каждое утро начинает с йоги. Свой день рождения Умар Байрамуков, как обычно, встретит в кругу семьи. Наталья Булат, Аслан Мамхега, Вести, Кабардино-Балкария. Реконструкция Нальчикского зоопарка оказалась под вопросом в новых вольерах. Животные нуждаются уже давно, однако строительство, начатое два года назад, из-за нехватки финансирования до сих пор не завершено. Когда обитатели зоопарка смогут справить новоселье, выясняла Карина Аванесова. Лев Симба давно уже не чувствует себя царем зверей. Своей старой четырехметровой клетки он только и может, что пройтись из одного угла в другой. Не живет на широкую ногу и тигр, который частенько лежит, свернувшись в клубок, словно домашний кот. В зоопарке самая у нас проблема, что клетки маленькие. Особенно этим страдают хищники. Это львы, тигры, леопарды, медведи. Вот сами видите, клетка маленькая. Любой хищник хочет на природу побольше движений, побольше этих развлечений. Вопросом переселения зверей в просторные вольеры руководство зоопарка занялось шесть лет назад. Пригласили архитектора из Москвы, подготовили проект на смертную документацию. Работы начались в 2012-м. Городская администрация выделила на это 53 миллиона рублей. Но завершить строительство не смогли, закончились деньги. В данный момент контрольно-счетная палата доверяет бюджетные деньги, засходованные на реконструкцию строительства. По словам Арамисова, завершить стройку обещала помочь администрация Нальчика. Самым ответственным участком зоопарка считают демонстрационный экспозиционный центр. Зимой там будут жить теплолюбивые звери. Планируется создать большой террариум и даже свою операционную. Новоселье для 400 зверей, птиц и рептилий надеются отметить в течение полугода. Карина Аванесова, Марат Татруков, Эдуард Ногмов. Вести Кабардино-Балкария. Это была последняя информация о выпусках. Далее о погоде на завтра Зухраб Шихачева. А я напомню, наш сайт в интернете – вестикбр.ру. Всего вам доброго. Раян. Лучший продукт 2014 года. Глазная клиника «Ленар» имени академика Святослава Федорова. Нальчик. Пачева, 36. Офтальмология для всей семьи. Торговый центр офиса «Дом». Это огромный выбор офисной мебели российского импортного производства. Всех ценовых категорий. Наш адрес – улица Кирова, 294. Много, очень много мебели по выгодной цене. Мебельный салон «12 стульев» представляет лучшие коллекции для вашего дома. Роскошные спальни, столовые и мягкая мебель. Салон «12 стульев» – мебель для жизни. Добрый вечер. Метеовести от ФОБОС. Регион во власти ливневых дождей. Республиканское МЧС сообщает возможные гроза, град и сильный ветер до 12 метров в секунду. На Зольске мы облачно-грозовые дожди и около плюс 24. Облачное с прояснениями погоды у подножия Альбруса. Днем 16 градусов, ночью всего плюс 3 осадки. В Тернаузе больше 20 тепла. Будут слышны грозы. Дожди также возможны в Баксане, Чиге, Минардкале, но показатели термометров высокие – плюс 25-30. Прогноз для прохладненского, майского, терского и лескенского районов еще более жаркий. Практически на всей территории термометры зафиксируют 32 градуса. Осадки местами сильные. Северный ветер и дождь, вероятно, сбавят жару в Кашхатау. По прогнозам в столице Кабардино-Балкарии облачно, днем небольшой дождь, гроза плюс 28. Такая погода ждет нас в выходные. Всего доброго!